Всем добрый день! Канал GT Class, Андрей Щетников. И сегодня мы обсудим вопрос, заданный в конце ролика, про эротасфена Керенского и его измерения размеров Земли. А вопрос был про жителей планеты, небо которой постоянно затянуто плотными облаками, так что они не видят ни звезд, ни солнца. И спрашивается, каким образом они могли бы установить, что они живут не на плоскости, а на сферической поверхности. На этот счет были в комментариях предложены разные идеи. Ну и среди этих идей, мне кажется, наиболее достойное обсуждение по своей глубине мысли о том, что геометрические фигуры на поверхности сферы отличаются по своим свойствам от аналогичных геометрических фигур на плоскости. И вот именно через это отличие, ну если мы, конечно, фигуры берем достаточного размера, чтобы это отличие стало заметным, можно установить, что геометрия нашего мира не плоская. Ну, понятное дело, что самый простой способ, конечно, состоит в том, чтобы идти прямо, прямо и прямо вокруг своей планеты и в конце концов прийти в ту же точку, совершить кругосветное путешествие. Но даже без такого кругосветного путешествия, как бы, более локальные фигуры оказываются отличными от плоских. И вот я здесь изобразил мысль из одного из комментариев, что если мы отложим, ну скажем там, условную тысячу километров по экватору, ну или по какому угодно другому большому кругу, делящему планету на две половинки, по прямой линии для жителей этой планеты. И проведем, значит, здесь у нас тысяча, и построим два прямых угла, и отложим тысячу от одного угла и тысячу от одной вершины, и тысячу от другой под прямыми углами. Ну, понятное дело, что на сфере эти прямые линии в конце концов сойдутся в полюсе, поскольку параллельных прямых здесь вовсе нет. Ну, а если мы всего лишь по тысяче километров отложим, то расстояние между вот этими двумя точками уже будет меньше тысячи километров, ну и более того, если мы соединим их по здешней прямой линии, она будет образовывать с нашими двумя вот этими сторонами углы больше, чем 90 градусов, больше, чем прямые. Ну, и вот здесь, в этой, как сказать, теме, в этой области, как бы, и лежит интересная и красивая теорема о том, как связаны между собой площади треугольников и других многоугольников и суммы их углов. На плоскости сумма углов треугольника не зависит от его площади, она всегда равна 180 градусам, ну или, если в радианах измерять, она всегда равна π радиан, а на сфере дела обстоят не таким образом, а каким, это мы с вами сейчас обсудим. Ну, и здесь нам потребуется два соображения. Вот первое из них. Я на этом мячике построил два больших круга. Можете считать, если вам так удобно, что это два меридиана, ну а здесь, соответственно, у нас полюса северные и южные, хотя это не обязательно, это какие угодно круги. И эти большие круги разделили мячик на четыре лепестка. Наверное, геометр мог бы назвать такую фигуру двуугольником. На плоскости таких фигур не бывает, а на сфере, пожалуйста. Ну, и понятное дело, как находится площадь такого одного двуугольника. Если полный круг у нас 360 градусов или 2π, а уголочек здесь некий α, то тогда площадь двуугольника относится к полной площади сферы, как этот α относится к 2π. Первое соображение. Теперь второе соображение. Я добавил сюда третий большой круг, и теперь поверхность сферы разделена на 8 треугольников. Причем, обратите внимание, каждому треугольнику с одной стороны сферы соответствует такой антиподный, такой же в точности треугольник на другой стороне сферы. Ровно противоположно они друг другу. В любой паре. Вот этот треугольничек, скажем, и вот такой же треугольничек. Все разбилось на пары. А если мы захотим выделить какой-нибудь один конкретный треугольник, а дальше смотрите, что я сделаю. К этому треугольнику я пристрою с одной стороны вот этот двуугольный лепесток, с другой стороны пристрою двуугольный лепесток, и с третьей стороны пристрою двуугольный лепесток. Значит, есть наш выделенный треугольник и пристроенные к нему три лепестка. То есть четыре треугольника вместе. Они, вот эти четыре треугольника, в сумме, их площадь составляет ровно половину площади сферы. Потому что четыре других треугольника, они такие же в точности, и значит, площадь тех четырех других треугольников составляет вторую половину площади сферы. Вот это второе соображение, которое мы воспользуемся. Ну, а теперь я перейду и порисую на доске. Ну, теперь я уже сферу саму рисовать не буду. А нарисую сначала лепесточек с углом альфа при его вершине. И вспомним то, что я о нем уже говорил. Ну, а именно, что его площадь s, это, чтобы ее найти, надо взять площадь сферы 4πr в квадрате. И умножить на угол альфа и поделить на угол 2π. 4π, как видно, сокращается. И тем самым площадь лепестковой фигуры, это 2r в квадрате умножить на альфа. А теперь мы нарисуем треугольник с прилегающими к нему лепестками. Значит, это удобно так изображать. Вот один лепесточек, вот другой лепесточек, вот третий лепесточек, а вот треугольник. Площадь, которую мы хотим найти, ну и у нас, соответственно, углы этого треугольника. Вот здесь альфа, но мне удобнее сюда написать. Вот этот угол альфа, соответственно, вот этот угол бета и третий уголочек. Его я отмечу здесь, это угол гамма. И чтобы найти площадь треугольника, мы площадь вот этой трехлепестковой фигуры выразим двумя способами. Ну, с одной стороны мы уже знаем, что эта площадь, это просто половина площади сферы. Площадь сферы 4πr в квадрате. Значит, здесь у нас 2πr в квадрате. А с другой стороны, эта площадь образуется из площадей трех лепестков. Ну, правда, вот эту часть мы перекрыли три раза. Так что нужно взять сумму площадей трех лепестков и отнять отсюда дважды площадь треугольника. Значит, сумма площадей трех лепестков это 2r в квадрате альфа плюс бета плюс гамма. И, как уже сказано, отсюда надо отнять две площади треугольника. Ну, а теперь мы из этой формулы площадь треугольника находим, во-первых, мы на двойку все сокращаем. Площадь треугольника переносим вправо, а 2πr в квадрат, но оно, правда, вот здесь написано, переносим. Не, площадь треугольника переносим влево, а 2πr в квадрат переносим вправо. И когда мы, значит, все сократим и перенесем, мы получим, что площадь треугольника есть r в квадрате, у нас стоит и здесь, и здесь, альфа плюс бета плюс гамма и минус π. Вот такое прекрасное соотношение, давайте обведем его в рамочку. О чем оно нам говорит? Ну, если бы все это было на плоскости, то альфа плюс бета плюс гамма, сумма углов треугольника, как раз и была бы равна π, скобочка получилась бы равной нулю. Но мы же не на плоскости рассуждаем, здесь вот это r в квадрате состоит, мы сразу имеем дело со сферой. Значит, ну, вот это хозяйство можно назвать одной буквой какой-нибудь. Это сумма углов треугольника, если отнять отсюда π, то это будет превосходство суммы углов треугольника над π. Это хозяйство называется сферическим избытком треугольника. И наша теорема говорит о том, что площадь треугольника пропорциональна его сферическому избытку. Чем больше площадь, тем сильнее превосходство суммы его углов над π. Ну, на всяких примерах можете это попробовать. Например, можно такой треугольник рассмотреть. Ну, я все-таки сферу сейчас нарисую. Экватор, полюс и вот здесь еще четвертуха. Так, чтобы все треугла были прямыми. Площадь такого треугольника, очевидно, 1 восьмая площади сферы. Ну, а с другой стороны мы через превосходство найдем. Альфа плюс бета плюс гамма. Здесь уже будет π, да еще π пополам. И отнимаем, остается π пополам. π, r в квадрате пополам. 1 восьмая площади сферы, как и положено. Формула правильная работает. Ну, и таким образом, площади фигур на сфере связаны, площади треугольников для начала, связаны со сферическими избытками, но пропорциональны им. Но нетрудно понять, что и для других многоугольников это хозяйство будет совершенно так же справедливым. После того, как мы возьмем, например, какой-нибудь там четырехугольник и разделим его на треугольники, сумма площадей. Ну, а здесь у нас будет сферический избыток здесь над π и здесь над π. А в целом сферический избыток над 2π, то есть над суммой углов четырехугольника на плоскости. Ну, и так далее, и так далее. Вот такая красота и такое, в общем-то, несложное и изящное доказательство. Ну и вот, таким образом мы с вами разобрались с самой первой теоремой сферической геометрии. И вот эти красоты, как мне кажется, они привлекательны сами по себе и интересны не только геодезистам или астрономам. Хотя их нет в школьном учебнике, и мало кто о них слышал. Но, тем не менее, вот мне кажется, что это настолько привлекательное геометрическое знание, что оно должно доставить вам удовольствие. Буду рад, если мне удалось это сделать. Спасибо вам за внимание. Спасибо.